здесь находится самый лучший в корее ресторан традиционной корейской кухни сейчас я вам его покажу всю ночь шел дождь ой вернее снег утром он конечно весь растаял и так как здесь деревня видите как тут все грязненько снеговик стоит кстати корейский снеговик имеет только голову и туловище два шара если в россии это три шара и снега катается то в корее это всегда два шара люди стоят на улице ждут потому что нет мест ну что здесь всегда врал народу очень и для того чтобы люди не скучали пока ждут для них тут всякие вкусняшки бесплатные бесплатно стоит брашка маккули это корейская такая рисовая брашка она белая цвета и закуска из редьки кимчи пропусты пока люди ожидают бесплатно можно все это пить и есть вот так выглядит эта брашка она очень-очень насыщенная практически тягучая такая как знаете если вы пробовали бейлис такой напиток вот что-то похожее такой молочный какой-то вот у нее консистенция такая кремовая больше очень вкусно мне нравится здесь такая красота горы сегодня пасмурная погода хреновая но все равно здесь всегда получаешь огромное удовольствие наслаждение природой и всей вот этой вот деревенской действительности также здесь вот есть книги корейцы читают везде где только могут присесть где только у них выдается малейшая какая-то минуточка или секундочка они читают книги ну не все конечно некоторые по лужам предпочитают побегать в угах ангелина сама одевалась и обувалась я бы конечно уге ей не надела в такую погоду джем ты зачем ходишь по лужам в угах что делать уге после этого только выбросить останется вот до чего техника дошла страна с нанотехнологии это грузило для того чтобы дверь закрывалась лишь как прикольно да ангелина мы заходим во всех корейских национальных ресторан нужно вот так развиваться снимать очень много народа рис готовят на углях вот в таких каменных чугунках и закрывают деревянной крышкой при этом рис внутри получается потрясающим после чего его достают перекладывают вот в такие чашки рис и остаются поджаренные такие нурунджи называются это такой подгорелый рис который вот этому каменному горшку он прилип и тогда в этот горшок он еще раскаленный до него практически не прикоснуться наливается вода вот из такого специального чайничка из такого специального чайничка наливается вода закрывается крышкой и настаивается панчанов здесь настолько много что я даже не знаю с чего начать начну с того что все овощи которые здесь использованы они растут прям вот на дворе малосольные огурцы на вкус они один в один наш малосольные огурцы это грибы тофу с жареной кимчи это блинчик из гречневой муки гречку как таковую корейцы не едят вообще а блюд из гречневой муки очень очень много это баклажаны это вот белая кимчи это кимчи только без перца такую кимчи обычно дают детям ну или иностранцам которые не едят острое она тоже очень вкусная просто квашеная капуста здесь у нас свекла и зеленые помидоры здесь кимчи обычная таким чей из редьки это у нас чтобы вы подумали это хурма зеленая хурма и маринованная также как огурчики также как помидорки сделано как панчан это такое рагу из рыбы я не честно скажу не знаю что здесь за рыба в таком чесночном соусе и с добавлением на муль на муль это такая вот зелень всевозможная то что знаете в россии едят в основном корешки в корее очень популярно есть вершки то бишь это могут быть ботва от редьки какой-нибудь ботва от ты все вот эту вот ботву они готовят и употребляют пищу все вот эти листья и как показывает как бы исследование намного больше витаминов и полезных веществ находится именно не в плодах а именно вот в листьях в побегах вот в этих и в корейской кухне из древних все это использовалось и все это употребляла здесь вот если вы посмотрите из всех панчанов до процентов 80 это будут вот это вот всякая по 2 всякая приправлена разными соусами в основном это кунжутное масло соевые какие-то соусы ферментированные соусы которые в общем очень очень полезны для здоровья если у нас например свеклу в основном варят то здесь это свежая свекла я даже вот до сих пор не знаю как ее здесь готовят но она свежая она сырая но благодаря вот этим всем соусом в которых она какое-то время не длительно маринуется или что с ней делать не пойму она очень-очень вкусная также поступают с каждым овощем это все свежие овощи они не приготовлены только приправлены чем приправлены так что получается безумно вкусно это маринованный салат это тоже баклажаны все соусе из ферментированных бобов если говорить о полезности то вот это вот традиционная корейская кухня и и смело можно назвать самой полезной в мире какой-то корень корень джиншеня по моему представьте сколько здесь витаминов это анчоусы анчоусы и какие-то орешки бобы это тоже анчоусы только в другом уже соусе перец тоже в ферментированном вот этом вот соусе твенджан очень вкусно этот перец не острый вы спросите как же все это употреблять как едят корейцы на самом деле это целое искусство вы берете немножко риса и любой пончан выбираете сочетание которых вам нравится сразу это понять сложно иностранцы но со временем у вас образуются такие излюбленные сочетания вкусов вы в принципе можете не не все пончан есть вот я например у меня есть половина где-то из этого своих любимых пончанов сочетание вкусов которых я обожаю и жить без которых не могу а есть такое то что я не ем совсем например вот это я не ем вот это я не ем но много здесь есть того что я не ем хочу сказать что софия у нас вообще другие вкусовые предпочтения ангелина есть свое муж есть свое я ем свое и получается что все из нас едят абсолютно разные пончаны в кухне она подразумевает то что вы будете искать создавать какие-то свои индивидуальные вкусовые комбинации если вы закончились какие-то пончаны а вам их еще хочется то вам бесплатно всегда их обновят сколько вы хотите только и будете есть поэтому в каждой чашечке наложено немножко небольшие порции потому что рассчитано на то что что-то больше вам нравится что-то меньше поэтому то что вам больше всего нравится вы это просто обновляете заказывайте еще бесплатно абсолютно вам это приносит это позволяет разумно эффективно использовать продукты мы сидим здесь уже на час обсуждаем политику да говорим про политику про образование про все едим едим и самая большая проблема за корейским столом это то что из него из-за него невозможно выйти это настолько мы уже все сожрали смотрите уже рядом с нами сидевшие люди по пять раз попеременялись а мы все сидим на выходе здесь можно купить любой пончанности который вам понравился собой видите и соусы и пончаны все здесь продается называют Это что? Пекла Анжелина, ты очень красивая Дамина, снова встречай Пока 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 На улице не зима, а больше весна Мы наелись, вышли на улицу И Хотели бы сейчас прогуляться, показать вам Как здесь все растет Как все здесь готовится Но пройти туда Невозможно Сейчас Ну вот есть дорожка наверх Вот такая тут у нас еще Осень Наверху стоят столики здесь После еды Можно передохнуть, попить кофе Куда вы пошли по этой Дрисе? Пошли Все хлюпает Растаявший этот снег Стоит Лужицами Кашицами Ой Все равно После городской жизни Это приятно Такое Умиротворение Так, по-моему, Ангелина зарюхалась Скользнуть Скользнуть Вот они наши белые штаны Вот тепличные корейские дети Даже не знают, что может быть скользко на дорожке Куда пошел? Куда пошла, Ангелина? Сейчас опять упадешь Ой Сама чуть не упала Реально скользко Хоть я и в кроссовках, но ужасно скользко И кроссовки у меня все Насквозь мокрые уже Деревья плодовые здесь растут И даже мусорка Видите, как выглядит Аутентично все Посмотрите, что она делает Здесь вот в этих Кувшинах Чугунках Или как это еще назвать по-русски У них хранятся соусы И кимчи И всякие вот эти продукты Которым Нужна ферментация Хорошо, что мы не ушли домой Нам кричат, что мы Ангеленину шапку забыли Давайте пока никто не видит Заглянем, что там Ничего А там Соусы здесь Тунджан соус Это ферментированный Соевый соус Кочуджан Прикиньте, какая красота Какая вкуснота Какая романтика Для корей снег это романтика Потому что это бывает редко Он падает и тут же тает Если он вообще идет То он Сразу и тает Как только долетает до земли А когда он вот так лежит Это уже прям все Как в детстве Вот Вот Что за бичоныш Она теперь платит, что у нее мокрые башмаки Сама Прыгала в лужи А теперь говорит У меня мокрые башмаки Еще и матерится И продолжает по лужам хлопать Это что за ребенок такой Обычно здесь вот стоят прилавки И продают вот эти все органик-продукты Которые здесь выращивают Без всяких якобы химикатов Там и всего такого Я говорю якобы Потому что я вообще не верю Что можно хоть что-то вырастить Без обработки Без химикатов Даже дачники А все используют какие-то препараты Поэтому якобы, да, якобы Экопродукты А, вот муж показывает Что здесь можно Взять бесплатно Кунбиджи это по-корейски называется Это когда делают сыр тафу Остается вот этот вот жмых Это он самый полезный И его используют потом в приготовлении супов Всяких Он очень положительно действует на систему пищеварения И вот здесь этот жмых Его остается очень много Из-за того, что они сами здесь эту тафу делают И они остатки просто отдают людям Видите, какие старые еще здесь домики стоят Очень-очень старые Уже на ладан дышат Все покосившееся Все уже не сегодня, завтра он развалится Видите, он сделан из глины Но Внутри там находится Какой-то Магазинчик Какие-то сувениры Видите? Вот так вот Корея вот из этого сделана Из каждой трущобы они сделают музей И вот здесь Ужгорь 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 Корейские папы лучшие папы на свете Проиграла, да? Продула, продула, Соня Все, не буду это выставлять Слишком уж это откровенно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова